Поделиться сегодня после долгой-долгой паузы снова бег, и я думала, что триатлон это что-то такое интересное. Это реально интересно, но когда ты не всегда понимаешь, как расписывать тренировки, питание, то это достаточно сложно. Могу сказать, что во многих случаях, если вы занимаетесь бегом, очень важно делать фокус не только на электролитах, в которых дефицит у многих, но и на минералах, и на том, что называется антиоксидантом. И по возможности брать суточный белок для того, чтобы весь организм мог ваш восстанавливаться. Поэтому бег и все, что с ним связано, это не просто развлечение. Очень многие думают, что это делать легко. Да, это легко делать, но легко там получить травму, получить то, чего у вас не было. Соответственно, подход должен быть очень-очень грамотный. И для того, чтобы бежать длинную дистанцию, вам придется брать электролиты с собой, придется брать или быстрые углеводы. Но я думаю, не все хотят загружаться быстрыми углеводами, потому что это провоцирует инсулинрезистентность. Соответственно, нужно очень продуманно подходить к тренировкам, потому что именно многие идут в тренировку за здоровьем и получают обратный результат от тренировок. Я могу сказать, что если вы хотите действительно физически быть сильным, то очень важно грамотно к этому подходить, не просто так, я там что-то поделаю. Вы теряете воду, вы теряете электролиты, вы теряете минералы во время тренировки. И если вы это не восполняете, то организм это будет брать из себя, из костей, из зубов, из суставов. Соответственно, нужно очень-очень грамотно к этому подходить. Субтитры создавал DimaTorzok